А в скором времени решится и еще один наболевший вопрос. В Северной Ниве установят дополнительную остановку. Автобус останавливается вот возле красных домов. И нам приходится идти вот до того здания. Вот до того здания. Весной и осенью очень это накладненько, потому что слякоть, дождь и ветер. Ну и пенсионерам тяжело, есть и астматики больные, так что не знаю. Хочется сделать поближе остановку, вот с этой стороны. Причем добираться от остановки до дома проблематично не только в межсезонье, говорит злиха Вафина. Дело в том, что поселок разделен на два жилых мини-района. Один – это две капитальные двухэтажки и деревянные одноэтажные общежития. Находятся непосредственно перед въездом на территорию сельхозкомплекса. Здесь и останавливается единственный курсирующий в поселок автобус. А второй райончик совсем в другой стороне. Там люди живут в бывшем административно-бытовом комплексе. В этом же бывшем АБК живет из Лейха Вафина. У нее, как и у многих других семей, нет личного автомобиля. Вот и приходится с авоськами – магазина в Северной Ниве нет – из города добираться сначала на автобусе, а потом еще и пешком. К слову, к самой десятке претензий у жителей поселка нет. Автобус ходит по графику, отправление через каждый час. Маршрут удобный, объезжает практически весь город. И стоит проезд недорого – 15 рублей. Это полкилометра пешком. Так что приходится тормозить. Это как-то сказывается на вашей работе? Да нет, в принципе, нормально все. Когда остановится, когда не остановится. Когда не остановится, конечно же, мы злимся, ругаемся и вообще просим, чтобы остановили нам. Люди не просят, чтобы автобус подъезжал к их дому. Они просто хотят, чтобы останавливался он перед развилкой. Нам обратились жители поселка Северная Нива с просьбой организовать там дополнительную остановку с тем, чтобы жителям было удобно добираться до своих жилищ. Потому что часть жилых домов расположены на въезде, так скажем, в поселок, а остальная часть – на конечной остановке. К слову, в Северной Ниве на месте будущей остановки уже появился знак, а площадка засыпана гравием. Летом доделают и оставшуюся работу. Положат асфальт и установят сам комплекс. Алексей Попов, Александр Иванов. Новости нашего города.